Рубашка из железа Хаббаб бин Арат, да будет доволен им Аллах, тоже был одним из подвергнутых мучениям. Хаббаб был одиноким и рабом женщины по имени Умма Анмара, которая поклонялась идолам. Мышрики схватили его, разделили и стали колоть тело колючками, и некому было его защитить. Иногда на него надевали рубашку, сделанную из железа, и держали под солнцем. Складывали на него камни, нагретые солнцем, или жгли угнём и уговаривали его отказаться от ислама и поклоняться идолам Лат и Уззи. Хаббаб всё же время повторял «Ла Иляха Илля Аллах Мухаммаду Расулюллах». Однажды мучители Хаббаба собрались вновь и разожгли костёр, привели его связанным, раздели, уложили на огонь и сказали ему «Или откажешься от своей религии, или умрёшь». Но Хаббаб молился «О мой Аллах, видишь моё положение, сделай мою веру стойкой, дай мне больше терпения». Один из неверующих поставил ногу на его грудь, но не знали они, что Аллах охраняет своих верующих. Через несколько лет, когда его спросили об этом, он показал спину и сказал «Зажгли костёр, меня кинули на него, и моё тело погасило огонь». Когда идолопоклонники мучили Хаббаба, его хозяйка Умму Анмар прижигала его голову горячим железом, но Хаббаб терпел все эти пытки ради ислама. Однажды благословенный Хаббаб, да будет доволен им Аллах, сказал любящему пророку саллаллаху алию салям «О посланник Аллаха! Неверующие меня мучают, кидая в огонь, и дома моя хозяйка Умму Анмар прижигает мою голову горячим железом. Прошу вас помолиться за меня». Затем показал ему ожоги, находящиеся на его теле и на голове. Пророк саллаллаху алию салям очень пожалел его, не смог сдержаться и помолился «О создатель, помоги Хаббабу!» Создатель мира принял мольбу своего посланника и наслал на Умму Анмару сильную головную боль. От этой боли она все ночи проводила в стенаниях. Наконец, ей посоветовали прижигать голову раскаленным железом. Она велела Хаббабу раскалить в огне пруд железа и прижигать ей голову, что он и делал. Вначале неверующие не очень-то обращали внимание на таких, как Хаббаб. Но с каждым днем мусульман становилось все больше и больше. Такое положение стало их сильно беспокоить, и они начали преследование мусульман. Хаббаб был одним из самых стойких последователей ислама, которые испытали на себе издевательства и долопоклонников. Хаббаб стойко переносил все побои и истязательства и не отступал от своей веры. Как-то после очередного жестокого обращения с ним он попросил посланника Аллаха, алейхи саляту и салям, помолиться и попросить помощи у Создателя мира. На это посланник, саллиллаху алейхи салям, сказал, «В общинах, живших раньше вас, были такие люди, которых подвергали мучениям, раздирая их тела железной расческой и отдирая плоть от костей. Но и тогда эти люди не отказывались от своей веры. Не отступали даже и тогда, когда распиливали их на две части. Всевышний Аллах обязательно завершит свое дело. Ислам. Эта религия будет превыше всех. Настанут такие времена, когда человек выйдет верхом один из саны, чтобы добраться до кадрамута и не будет бояться никого, кроме одного Всевышнего Аллаха. И об овцах не станет волноваться, если только волки на них не нападут. Но вот вы торопитесь». Сказав это, он потер его спину и помолился. Эти слова посланника Аллаха подействовали на Хабаба, как лекарство для души, смягчили его боль, горечь и обиду. Один из мушриков, злобный Аз-бин-Ваиль, весьма неприлично задолжал Хабабу. Когда он пришел к своему должнику с просьбой возвратить долг, тот нагло сказал ему, «Я не верну тебе, пока ты не откажешься от Мухаммада». Хабаб ему в ответ, «Клянусь Аллахом, как в этом, так и в том мире, когда воскресну, я не смогу отказаться от своего пророка. Могу отказаться от всего, но только не от него». Аз-бин-Ваиль сказал, «После смерти опять воскреснем? В таком случае будут и дети, и богатство, тогда и верну твой долг». В связи с этой историей были ниспосланы 77-79 аяты суры 19 Марьям, которые означали, «О, мой любимец, видел ли ты человека, который не верит нашим аятам и говорит, что в судный день у меня будет богатство и дети? Откуда он знает об этом? Разве он видит будущее? Или он договорился с Аллахом? Нет, это не так. Мы будем записывать все слова и поступки, которые он совершил. В судный день мы будем допрашивать его и будем прибавлять мучения ему. И в судный день он не избежит заслуженного наказания».